Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства организовала круглый стол, на который были приглашены начальник территориального отдела Центральная Светлана Степина, председатель Совета многоквартирных домов и заместитель руководителя общественной палаты Ленинского городского округа Людмила Лернер, а также активные жители. Генеральный директор компании Михаил Саламатин во вступительном слове рассказал о том, как проходит подготовка к отопительному сезону о первоочередных задачах коммунальщиков. Мы от программы «Мой подъезд» перешли к так называемому точечному ремонту по горячим точкам, по жалобам жителей, которые были в этом году. Михаил Саламатин отметил, в связи с тем, что на пене был наложен мораторий, снизилась собираемость коммунальных платежей с жителей. Кроме того, теперь сбором за коммуналку занимается Мособл и Ирц. Все это уменьшило возможности управляющей компании. Эта встреча, отметил руководитель предприятия, позволит понять, какие наиболее важные проблемы существуют в нашем муниципалитете. Оказалось, что таковых немало. Всем жителям, пришедшим на встречу, была дана возможность озвучить свои вопросы. Соседки Людмила Высокова и Вера Куприкова живут в доме 17-1 по проспекту Ленинского комсомола. Людмила Георгиевна также недовольна работой Мособл и Ирц. Начисления часто приходят за два месяца, хотя собственники оплачивают вовремя. Руководство управляющей компании обещало разобраться, предложив Высоковой прийти в бухгалтерию УК со всеми счетами. Горожанка Елена Борежа посетовала на то, что активность жителей низкая, а для принятия какого-либо решения по ремонту дома или инженерных сетей нужно мнение большинства. Встреча прошла продуктивно, каждый получил понятный ответ на свой вопрос. Над жителем мы должны понять, какие проблемы наиболее острые и отреагировать на них в первую очередь. Потому что есть специфика работ. Большинство работ необходимо проведение собраний собственников, чтобы принять решение о их проведении. Необходимо провести конкурентные процедуры для выбора подрядных организаций, либо для закупки материалов. Соответственно, все это время мы должны определиться прямо сейчас, на что потратить средства и реализовать. Подобный формат взаимосвязи управляющей компании с населением будет использован и впредь как наиболее продуктивный.